2016-й прошел под гидой выборов в законодательные органы власти. С сентября приступила к работе Думы Ставропольского края с шестого созыва. За несколько месяцев новой команде пришлось принять ряд важных и порой неоднозначных решений. Активно работали партийные фракции. У нас в гостях заместитель председателя Краевой Думы, руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края, первый секретарь регионального отделения партии Виктор Гончаров. Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, телезрители. Давайте начнем с итогов. Как фракция сработала? Какие решения вы считаете ключевыми? Чтобы сейчас восстановить в памяти для наших телезрителей, 2016-й год был насыщен политическими событиями. Прежде всего, это связано было, если говорить, в каких условиях проходили эти выборы, то, наверное, в условиях внешнеполитической, внешнеэкономической изоляции и финансовой изоляции, то есть это в целом на России нашло отражение, естественно, и на субъекте Российской Федерации, на Ставропольском крае, они помогли сплотиться нашему российскому обществу. Вот так получается. Поэтому мы работали в условиях, когда чувствовалось и в обществе понимание, какая-то солидарность того, что происходит. Мы понимали, из-за чего эти санкции, то есть мы не собираемся отступать от того, что уже сделано. Естественно, нашло отражение и подготовка к выборной кампании 2016 года. Общаясь с населением, хотелось всегда, знаете, так вот, искренне с ними поделиться. Во-первых, рассказать о тех проблемах, которые существуют, благодаря тому, что из-за того, что возникли вот эти все санкции, да, из-за санкций возникших, что надо нам, так сказать, и люди с пониманием относились. Вместе с тем, естественно, задавали вопросы в ходе подготовки самой выборной кампании об уровне жизни, о решении социальных вопросов, поэтому здесь приходилось четко высказывать свою позицию, нашу позицию, партийную позицию, что все те достижения в социальной сфере, и те достижения в образовании, и те достижения в здравоохранении, которые были достигнуты вот за 70 лет советской власти, если мы говорим о том, что все реформы делаются в интересах общества, они должны быть сохранены и, по сути дела, получить как бы новый толчок, новое развитие в новом обществе. Вот этого мы не увидели, по сути дела, вот строили вокруг этого свой разговор с избирателями. Значит, ну, насколько нас услышали, насколько нас поняли, знаете, показало время, я хочу сразу сказать, что вот итоги выборов, да, мы провели выборную кампанию по, так сказать, оценке и самих, так сказать, избирателей достойно. Мы достучались, мы провели массу встреч, это сотни встреч были в территориях, где с пониманием, где, может быть, с каверзными вопросами. Ну, сразу хочу сказать, что мы не проиграли. Мы не выиграли, но мы не проиграли, потому что, как бы, сама наша партийная деятельность, она не заключается только в том, чтобы мы активизировались вперед в выборной кампании. Мы ведь много мероприятий провели, да, которые в целом позитивно влияют на настроение в обществе, на работу с молодежью. Если взять, например, подготовку там к 9 мая, да, то я напомню и вам, и телезрителям, о том, что мы на Ставрополе стали инициаторами такого движения, как Знамя Победы. Оно на сегодняшний день превратилось в общероссийское уже. Но это к 70-летию Победы, а дальше развернули, а в 16-м году мы это все продолжили. И я хочу сказать, когда на уровне субъекта Российской Федерации, на уровне нашего государства, руководитель, президент говорит о том, что надо развивать патриотическое движение, что надо патриотическая работа с молодежью. А это и есть как раз. То есть мы на примере, так сказать, своем, мы особо, мы видели, да, вот Знамя Победы. И пошли наши ветераны в высшие учебные заведения, пошли наши ветераны в школы. Значит, общение со школьниками, проведение уроков мужества, встречи живые, встречи с участниками событий. И хорошо, что они еще живы и принимают участие. Все это, естественно, влияло на формирование молодых людей, на их взгляды. Дальше идем, разворачиваем события. Значит, в июне месяце традиционно в этом году прошел пятый фестиваль «Пушкинские дни» на Северном Кавказе. Межрегиональный фестиваль с участием Республик Северного Кавказа, с участием Астраханской области, Волгоградской области, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи, то есть Южный федеральный и Северокавказский федеральный округ. И чем отличалось? Ведь не только студенчество участвовало в этом фестивале, там два дня, да, принимали участие писатели и поэты Республик Северного Кавказа. Это уже второй год. И я хочу сказать, когда мы их приглашаем, они нам очень благодарны за то, что мы создаем определенную площадку для общения. И мы проводили, значит, выставку, ярмарку, книг, с которыми они приехали, они пропагандировали свое творчество. Это очень такая, я считаю, мероприятие и работа, которую мы провели, которая положительно влияет на формирование студентов как будущих руководителей. Виктор Иванович, можно сказать, что это в какой-то степени подготовка для вас свежей, кроме новых кадров, партийных кадров? Нет, это вы знаете, вот это и для партии подготовка, и в целом для нашего нового общества. Я не думаю, что мы должны стремиться к доминированию, да, мы, так сказать, должны создавать условия для того, чтобы общество развивалось. И на сегодняшний день находить тех людей, которым интересны наши идеи, интересны наши взгляды. И вот когда формируется молодежь, и в выборах она участвовала, и в городе Ставрополье мы очень, ну, вся выборная кампания была, по сути дела, легла на плечи молодых людей. Вот 30-летних там и моложе, но были старше. Но в основном, вот по городу анализирую, молодежная команда принимала участие. Они после выборов, естественно, разочаровались. Разочаровались, думали, что как бы вхождение во власть и выборная кампания немножко она проще. Она сегодня очень сложная, знать законодательство надо. Они почувствовали, что действительно многими вопросами не владеют. Вместе с тем, я хочу сказать, что вот если говорить об итогах голосования, в целом 127 тысяч 700 с лишним человек проголосовало за Компартию. Это итог по краю. Это дало порядка 16 процентов. Это 4 депутата в Краевой Думе. Плюс были муниципальные выборы. 134 депутата были избраны в муниципальные органы власти. И в городе Ставрополь мы все округа закрыли. Но результат, конечно, прошли наши ребята, но хотелось бы побольше. Мы рассчитываем на что? Омоложение в партии, которое на сегодняшний день наблюдается. И многие до последнего времени относились так, что у нас в основном, так сказать, старшее поколение нет. Я хочу сказать, что из 5,5 тысяч коммунистов, которые сегодня по краю, и 33 местных отделения по краю у нас, по сути дела, в каждом районном центре у нас партийная организация, в каждом городе партийная организация, и у нас 340 первичных отделений. И там возраст так у нас. От 18 лет до 93 старшему, самому старшему. Но сказать, что у нас какой-то возраст, так сказать, доминирует, я так скажу. От 18 до 30 где-то у нас полторы тысячи. От 30 до 50 основная часть, это 2,5 тысячи. И оставшиеся там полторы тысячи, это, конечно, вот уже старшее поколение, которым там 60-70. То, что мы таким составом, значит, вошли, и 4 человека, мало. Для того, чтобы какие-то решения, связанные вот с нашими обязательствами, провести сегодня в Думе, крайне сложно, а может быть и невозможно. Из 50 человек 4 депутата, да. Но как трибуну использовать для того, чтобы разговаривать, для того, чтобы проводить свои идеи, отстаивать свои взгляды, это хорошо. Трибуна есть. Мы максимально участвовали в поиске денег, так сказать, для формирования бюджета. Мы по статьям работали, по отраслям работали, и аграрный сектор, чтобы не обидеть, и на поддержку промышленности 200 миллионов в фонд заложить, значит, и по другим отраслям, и здравоохранение не обидеть, и образование поддержать. То есть мы работали, да, не голосовали. Потому что за такой бюджет, как бы вот, пользуясь тем, что мы в оппозиции, по сути дела, с федерального уровня спустили такие нормативы, я по-другому не назову, как только обобрали и ободрали Ставропольский край. Ну не только Ставропольский край. Сейчас мы говорим о Ставропольском крае. Вот политика федерального центра, они сконцентрируют деньги у себя, они обобрали, ободрали. Мы не могли четко увидеть, и там цифра значительно уменьшилась, федеральной поддержки, и в тех документах, которые там готовились на федеральном уровне, на 4 миллиарда там поддержка. Виктор Иванович, но бюджет-то принять все равно надо было людям, надо на что-то жить, региону надо питаться. Надо было, но мы тем самым показали, что мы не согласны с такой политикой федерального центра, а бюджет принимать надо. Поэтому мы не голосовали, мы видели, что большинство все равно, так сказать, прибут. Терять оптимизм нельзя, и в принципе мы-то в любом случае настроены на работу, да, только мы привыкли так, что роль государства, когда мы отставим интересы своих избирателей, мы говорим, что давайте повышать роль государства. На последнем заседании Краевой Думы был принят ряд законопроектов, как раз-таки направленных на поддержку бизнеса и привлечение инвесторов в Краево. Как вы относитесь к этим инициативам, и как ваша фракция видит этот путь? Потому что без инвесторов, да, регион не справится. Но у нас есть предприятия, которые спростаивают, мы создаем региональные парки и привлекаем инвестиции. Мы общались с этими законами, как бы, и о том, чтобы, значит, создать благоприятную инвестиционную обстановку, заинтересовать инвестора, то есть это надо. По-другому мы его не... как бы, ну, любой, кто входит с какой-то, с хорошим бизнес-планом, он всегда задает вопрос, а что край, чем поможет, или, по крайней мере, на первое время, какие создастся условия. Поэтому говорить о том, что этот закон нужен, он нужен, для того, чтобы привлекать инвесторов. Ну, знаете, привлекать. Многие думают, что это откуда-то надо привлекать. В принципе, я хочу сказать, что надо посмотреть ресурс и в Ставропольском крае. Ведь у многих есть средства на сегодняшний день, и они находятся там на счетах в банке или на диапазите где-то лежат и приносят определенные дивиденды. И они будут лежать до того момента, пока мы не создадим условия, чтобы хозяева этих средств были заинтересованы, чтобы их вложить в развитие производства. То есть вы предлагаете идти в производство, идти в бизнес? Конечно, идти вкладывать эти деньги в развитие производства, в развитие бизнеса. А для этого мы должны создавать, так сказать, условия. Поэтому за этим законом... Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса? Обязательно должны быть и налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. С другой стороны, у нас есть инвестиционный фонд краевой, который тоже рассматривает различные проекты инвестиционные и тоже выступает как бы инвестором инвестиционный фонд. Правильно? То есть это то, что делает правительство края. Это надо отметить. В принципе, я хочу сказать, что если работать активнее в этом направлении, а уже какие-то шаги есть, то можно действительно создать позитивные такие движения или, как мы их называем в последнее время, точки роста в экономике. Я напомню, что у нас в гостях был заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края, первый секретарь регионального отделения партии Виктор Гончаров.